Вот такое короткое название. Как отличить истинное учение от ложного? Как отличить истинное учение от ложного? Нормально? Всем понятно? Хорошее название? Окей. Вот такую цитату вычитал. Ричард Пастер сказал. Сознание греха часто болезнее для человека, чем доброе дело. Сознание греха смиряет человека, доброе же дело часто раздувает его гордость. И почему эта фраза мне запала в мозге очень сильно, а потом упала и в сердце? Потому что сейчас в Израиле наконец закончился месяц гордости. Тогда у нас в Израиле проходил месяц гордости. Представители ЛГБТ-сообщества горделись. В разных городах. Вчера они гордились в режимной зоне. Каждый гордился как мог, чем мог, где мог и с кем мог. Доходило до арестов за неприличные действия в общественных местах. Да, к сожалению, оно к тому же. Но мы все помним эту историю, когда спрашивали, как же будет вообще второй приход Мессии на этот свет, для того, чтобы искупить человечество. И он сказал, будет как в дниное. То есть будет памятник какой-то. А вокруг будет происходить растление. Да? То есть будет происходить растление. И мы сегодня это видим. И многие люди, с которыми мы общаемся, они говорят, нет, ну посмотри, это же хорошо. И это хорошо, и это хорошо. И люди вот этим вот лжеучением верят. Я хочу сегодня об этом поговорить. Не для того, чтобы как бы обличить кого-то из сидящих здесь, естественно. Нет. Потому что если бы мы грешили вот так каким-нибудь открытым грехом, вряд ли бы мы сюда приходили. Да? Потому что все равно Слово Божье обличает. Но в нашем окружении очень часто встречаются люди, которые так или иначе грешат разными грехами, не понимая, что это грех. Они не осознают, что это грех. И особенно здесь, в Израиле, есть такое понятие, что если мы делаем много добрых дел, то этим самым мы оправдываемся перед Богом. И это не новое понятие, оно существует уже больше, порядка трех тысяч лет. Получается, что если я убил 10 человек, а родил 15, то я попадаю в рай. Потому что я же родил больше, чем убил. Это же не доброе дело сделать. Таким образом, получается такое, конечно, ультрированное сравнение, но тем не менее. И очень часто в жизни мы слушаем некоторые вещи, которые вызывают у нас гнев, какое-то противление, потому что мы четко знаем, что это плохо. Например, ЛГБТ тоже самое, если мы говорим про месяц гордости. Если нам говорят, что быть членом ЛГБТ-сообщества – это хорошо. Все знают, что это ЛГБТ, да? ЛГБТ – это лесбий, гей, транс и так далее. Просто сокращение такое. Трансгенеры, бисексуалы и все это такое. Называется это ЛГБТ. Я не буду говорить гейсообщества, потому что все туда входят, разные. Так вот, очень интересно отметить, что совсем недавно вот это вот явление, как ЛГБТ, сегодня везде парады гордостей, без них уже ничего не обходится. В Хайфе на следующей неделе, в субботу, то есть кто хочет поехать, будет проходить парад скромности. То есть нормальные, адекватные люди, верующие, проводят парад скромности в защиту семейных ценностей. Если хотите, можете поехать принять участие. Не знаю, во сколько. Но, смотрите, то же самое ЛГБТ. Почему я беру сейчас пример ЛГБТ? Потому что это явный грех, которым грешит сегодня почти любое общество. И в нашей стране, к сожалению, это государственная поддержка. На уровне государства поддерживается. Понятно, что если мы в таких явных вещах выявляем какие-то грехи, то в тайных вещах уж тем более мы должны выявлять грехи. Я просто на примере ЛГБТ сегодня приведу такие, будем говорить, доводы в пользу истинного учения, которые можно донести до других людей. Так вот, еще недавно ЛГБТ было на грани преступления. Представьте себе, только в 95-м году мужеложество было исключено из Уголовного кодекса всех стран. Только в 95-м году прошло век. В 98-м году его исключили из справочника ДСМ, то есть из справочника психиатрических заболеваний, и оно перестало быть на уровне заболеваний. Раньше его лечили. Бессмысленное. Я не согласен, что это уголовное преступление, и я не согласен, что это психиатрическое состояние. Когда меня спрашивают, как относиться к представителям ЛГБТ-сообщества, я говорю, как к любому другому грешному. Вот точно так же. То есть человека вы должны принимать, его грех нет. Это грех, это выбор. Человек выбирает такой путь. Поэтому говорить, что это что-то врожденное, Бог их такими создал, мы должны... Это все ересь, на самом деле. Бог такими не создал. Если Бог такими создавал, то не было бы записано, не вложись мужчины как женщины. Бог сам себе не противоречит, и он поругаем не бывает. Мы это знаем, да? То есть первый миф о том, что это что-то врожденное, мы можем рассеять. Теперь, если мы возьмем любой другой грех, какой бы мы вот там ни на вскидку сейчас не выбрали, не будем брать такие явные грехи, например, как прелюбодеяние или убийство, тогда там все понятно. Что если убийство было бы не грех, то все бы удавали на каждом углу. Согласитесь. Все знают, что это грехи. Но почему-то вот этот грех, который связан с сообществом ЛГБТ и вообще со всеми вот этими вот неправильными ценностями, он почему-то очень явно сегодня проявляется. И вот с момента, как все это отменили, все вот эти вот уголовные психиатрические дела, понеслось, что называется. У нас сегодня церковь венчает однополые враки. Где-то в Европе... Нет, в Америке большая баптистская церковь, как они сказали, после долгих постов и молитв, приняли решение, что можно венчать однополые враки. Кому они молились? Кому они молились? У кого они спрашивали? Статья огромная. Это не просто, как вы знаете, вот если у кого-то спросите, что для вас баптисты, да? Это вот как сегодня евреев спросить, кто для вас, скажем, ну, скажем, ортодоксы, ультра-ортодоксы, кто для вас? Они скажут, это люди в черном, богобоязненные, там, они, не дай бог, что, там женщины по одной стороне улицы не ходят, во втором... Ну, вот так, да? То есть это что-то такое прямо вау, супер какое-то кошерное. То же самое спросил крестьяне, что это баптист? О, это, это, о, это какие-то там суперсвятые, там на трех сантиметрах от земли передвигаются. И баптистская церковь принимает такое решение. Америку всю эта новость потрясла. Представляете, в светской американской газете, в республиканской, написала статья, «Как такое может быть, что такая ортодоксальная церковь, как баптисты, вдруг...» Поймите, что-то не вся баптистская церковь мировая приняла такое решение. Это одна какая-то большая конгрегация, там на тысячу человек принято. Но вот настолько это все людей повергает в шок. Дальше. Мы читаем в Европе. Англиканская, не англиканская, лютеранская церковь рукополагает женщину-епископа-лесбиянку на епископство. В некоторых протестантских церквях в Европе епископе становится открытой идеей. Все это происходит на наши глаза за последние 10 лет. Этого не происходит ни где-то там, на какой-то другой планете. Это происходит здесь, у нас, под носом. Сегодня в церквях этот грех уже грехом нельзя назвать, потому что закон запрещает. Нельзя назвать. К нам приезжал, помнишь, пастор Блейк? Он приезжал и спрашивал, «Как вы с этим справляетесь? Вот у тебя церковь огромная, у него трехтысячная церковь, почему это сеть церквей? Как вы с этим справляетесь?» Он говорит, «Мы никак не справляемся, нам справляться не нужно, потому что мы официально зарегистрированная церковь». Понимаете? У нас есть разница. Церковь или организация по предоставлению религиозных услуг. То есть открыть церковь занимает 5 лет. Помните, написано, «Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещу». 5 лет, кто согласен ждать, чтобы их признали как церковь, потом не должна обещать однополые враги, она может сказать, «Извините, это в нашу религиозную практику не входит». И никто им слова не может сказать. А вот кому сейчас надо церковь создать? Ровно 5 минут. 5 минут занимает открыть компанию, организацию по отказанию религиозных услуг. И эта организация является коммерческой и она обязана обещать однополые враги. И таких церквей в Америке, оказывается, очень много. Просто захотелось человеку бы, я говорю, «А как так получается?» Он говорит, «А что, очень просто, заходишь в интернет, платишь 5 долларов, тебе высылают вот такой огромный диплом с золотым тиснением, написано, такой-то пастор церкви такой-то, пишет там в свою церковь, у тебя диплом пастора за 5 долларов есть, идешь с этой бумажкой и открываешь церковь, вот это через 5 минут церковь. Хочешь быстро венчать однополые враги? Представляете? Вот это так. Чтобы вам было понятно, к чему мы катимся. ЛГБТ-сообщество. Как вы думаете, это большое сообщество или маленькое сообщество? Большое? У кого еще какие-то мнения есть? Большое это сообщество или маленькое сообщество? Относительно чего? Окей, все относительно, да? Это очень маленькое сообщество. Они составляют чуть меньше 5% населения планеты. Чуть меньше 5% населения планеты. Но сегодня, благодаря тому, что они творят, создается впечатление, что их больше, чем нас. Вы можете себе представить? Вот этот маленький процент создает такой большой шум. Как вы считаете, с чем можно сравнить это явление? с вирусом. Вирус. Это маленькое существо, которого относительно всех клеток, которые могут с ним бороться в организме, очень маленький процент. Но он настолько ядовитый, что мы болеем, у нас температура, у нас головная боль, у нас все, что угодно, и лекарства от этого нет. То есть организм должен сам в неделю бороться с этим. То же самое происходит с ЛГБТ-сообществом, с грехами. Грехи людей, грешащих открытыми грехами, очень маленький процент. Но помните, в Писании написано, чтобы какой горький корень не отравил, потому что многие могут от него отравиться. Он маленький, корешок-то. Корень относительно всего растения очень маленький. Но если он укоренится, от него отравятся многие. И вот смотрите, что происходит. Мы иногда думаем, что скоро нам придется устраивать парады в защиту нас, гетеросексуалов. Потому что, ну, кажется, что уже большинство этих ЛГБТ, а нас меньшинство. Флаги наши никто не вешает по улицам, а их флаги везде. Я был в Тель-Авиве, редко заезжаю, потому что для меня это другая планета. Но я прохожу по улице, они везде. Они везде. И ничего без них не обходится. Смотрите, какой парадокс. Мы христиане, нас больше 25% населения планеты. Четверть населения планеты христиане. И если брать Китай и Индию, то каждый день к ним прибавляются сотни тысяч людей. Даже если брать то, что при этом десятки тысяч убиваются сегодня в арабских странах, все равно это растущий процент населения. Статистически. Почему нету христианских парадов гордости? Потому что мы с вами живем в странах, где правит закон. Закон говорит, что если человек ущемлен в своих правах, его нужно защищать. И смотрите, как дьявол четко все это продумал. В каких странах европейских сегодня ущемляют христиан? Ни в каких. Значит, защищать этот славянный население не нужно. А где сегодня ущемляют ЛГБТ-сообщество? Уже нигде. Ну, может быть, в России. Да? Но Россия – это другая планета, поэтому, как бы, если кто-то хочет спастись от этого самого... Окей? Почему ценности ЛГБТ проникают в церковь, а ценности церкви не проникают в ЛГБТ-сообщество? Задумывались на эти вопросы? Мы когда-то вошли с евреями за Иисуса проповедовать на гей-параде. Создали, они там, они напечатали флайер, классный. Ладно, не важно. Короче, они начали нам на нас наезжать, как вам не стыдно, что вы сюда принесли, у нас свободное общество, а вы со своим Богом, со своими этими церквями, вот этими вот... Ну, представляете, они начали на нас наезжать. Что мы в их свободное общество принесли вот это рабство религии. Понимаете? И куда от этого деваться? Так вот, ответ на вопрос, почему-то эти ценности не проникают туда, он очень простой. Он простой, как свет Божий. Все зависит от Евангелия. У нас свое Евангелие, а у них свое Евангелие. Что такое Евангелие? Евангелие-то благая весть. Согласны? Все со мной согласны? У кого какая благая весть? Я напомню, что слово Евангелие, оно не только касается Иисуса Христа. Евангелие, то есть благая весть, она зависит от того, кто ее несет. Благая она или неблагая. Я хочу вам привести пример из Танах. Помните, я уже не помню все имена, но одно имя помню точно, царь Давид. А второе тоже помню, царь Саула. Когда убили Саула, пришел к нему конец с благой вестью. На иврите это называется Псура. Он принес ему эту благую весть. Но что Давид сделал с этим человеком? С тем, кто принес благую весть о смерти Саула? Убил. Почему? Потому что для конца это была благая весть, а для Давида плохая весть. И Давид не захотел эту весть принимать. То есть он не мог справиться с фактом. Но человек, который принес благую весть, в кавычках благую весть, о смерти помазанника Божьего, должен был быть достоин смерти. В глазах Давида. Прав он был и неправ, сейчас мы не будем об этом судить. Но благая весть, она зависит от того, кто ее несет. Так вот, они несут свою благую весть. Смотрите, что они говорят. Просто, так, несколько фактов. Чтобы стать членом ЛГБТ, недостаточно просто попробовать этот образ жизни. Очень многие пробовали. Вы знаете, у меня есть много друзей, которые вот в последний гиперактор был в Таравиле, больше 150 тысяч человек. 150 тысяч человек. А? 250. Или 250. А это значит, что-то я неправильный цифр почитал. 250. Четверть миллиона человек. Вы думаете, что, среди них там все были ЛГБТ? Нет, большинство из них были сочувствующие. Например, я читаю пост одной из своих знакомых. Абсолютно благополучная семья, многодетная семья, нету родителей геев. Там папа и мама. То есть, папа мужского рода, мама женского рода. Проверено. Я видел, я эту семью хорошо знаю. Пишет, я так горжусь своей дочерью, она поехала со своими подружками на гей-парад, в смысле, на парад гордости, потому что она гордится этим, ей это важно. Напоминаю, 7 лет назад в Иерусалиме 15-летнюю девочку убили ножом или камнями, я уже не помню, за что. Обвинили кого? Того, кого убили. Я бы обвинил родителей, что твоя 15-летняя девочка делала на гей-параде в Иерусалиме. Окей? Но это никого не интересует. Главное, что за то, что она гордилась ее убилой. Так вот, многие пробуют этот образ жизни, например, ходят на гей-парад. Так вот, недостаточно попробовать. Этот образ жизни резко отличается. Вы, чтобы вы слушали внимательные слова, я прям процитирую то, что я записал. Этот образ жизни резко отличается от нашего обычного. Согласитесь? Отличается? Ну, даже вот, глядя со стороны, отличается или нет? Отличается. Так вот, по свидетельствам спасшихся христиан, которые раньше были в этом сообществе, покаялись и стали христианами. То есть, мы замечаем факт, что люди, которые были в этом грехе, избавились от него и стали жить христианской жизнью. То есть, это уже не психиатрическое заболевание и не состояние души. Это выбор. Они отвернулись от того и повернулись ко Христу. Окей? Так вот, они свидетельствуют, что гораздо веселее и приятнее вот этот вот образ жизни ЛГБТ во всех отношениях, в плотских отношениях, чем обычный образ жизни. Они это свидетельствуют, да. Они говорят, это гораздо веселее и приятнее. Потому что каждый день тусовки, тебя везде поддерживают, там, у тебя куча друзей. Так вот, многие пробуют, очень многие пробуют, но очень немногие там остаются. За то, чтобы остаться там, то есть, в этом сообществе, нужно заплатить цену. Например, отказ от друзей, например, отказ от некоторых родственников, некоторые родственники не согласны, чтобы у них среди родни были такие люди. Окей? Это цена. В некоторых случаях, когда отказ от работы, потому что, ну, не хотят на работе иметь такого, создают условия, чтобы уволился. Уволить сегодня за то, что человек ЛГБТ нельзя. Но можно создать условия, чтобы человек уволился. Например, положение в обществе можно потерять. Это цена, которую они готовы платить за свои веселья. От должности, от доверия, от общения и так далее. Чтобы полноценно насладиться этим миром, нужно не просто войти в него, но и заявить об этом публично. Вот тогда на твою защиту станут всякие ассоциации, профсоюзы, законы, государства, общественное мнение, пресса и так далее. Знаете, сколько защитников сразу станет? Тебя, конечно, отвергнет Бог, но ты раньше его не знал. Так какая разница? Так вот, ты как бы ничего не потерял, но и приобретение сильно сомнительное в наших глазах. Тот человек этого не знает. Так вот, давайте сравним это с нашей христианской жизнью. Чтобы стать христианином, недостаточно попробовать от образа жизни. Были многие, кто попробовали. Мы же знаем людей, которые поднимали руки и говорили, я принимаю Иисуса Христом, Господом и Спасителем, да, у меня есть Христос. И образ жизни христианина резко отличается от привычного образа жизни, согласны ли мне? Ну, вчера бы пастор порекомендовал перечитать с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея. Благословляйте проклинающих, любите врагов. Слушайте, невозможно жить христианином. Ну, это невозможная жизнь, так не бывает. Ну, согласны или нет? Или у кого-то получается? Ну, стараемся, да? Ну, это нормально, да? Так вот, он резко отличается. По свидетельствам христиан, спасшихся от греха, то есть мы опять возвращаемся к свидетельствам, да? Спасшихся от любого греха. Быть христианином очень невыгодно и не очень приятно во всех плотских отношениях. Потому что нужно от чего-то отказываться. Есть много, большая цена, которую нужно платить. Например, многие остаются во Христе, но ненадолго. Немногие остаются надолго навсегда. К сожалению, статистика говорит об этом. Очень много людей приходят в церковь, мало кто остается. Так вот, за то, чтобы остаться в этом мире христианина, нужно заплатить цену. Представляете? Это отказ от друзей. Не всякие друзья согласятся, чтобы у них были друзья-христиане. Потому что в присутствии христиан нельзя петь, курить, материться. Ну, в моем присутствии нельзя. А мои друзья об этом знают. Поэтому стало проще со мной просто не общаться. А если общаться, им приходится сдерживать и вспоминать русский язык без мата. Ну, так вот получилось. Серега, например. Привет, Серега. Я, когда он мне звонит, и я его ставлю на громкую связь, я говорю, Серега, во-первых, не материться, только на громкой связи. Ему приходится вспоминать нормально. он знает, он прекрасно говорит по-русски, но он привык говорить матом. Итак, иногда приходится отказаться от родственников. У меня со мной учился парень, эфиоп, который принял Иисуса Христа, и от него оказалась вся его семья. Вся. То есть, это удивительно для эфиопов, кстати. Вы знаете, что эфиопский иудаизм, он не раввинистический иудаизм, он канахический. То есть, вот единственный, кто должен принять Иисуса Христа безоговорочно, это эфиоп. Но они от него отказались. Почему? Потому что их заставили сделать геор под страхом того, что их выгонят из страны, если они этого не сделают. А это значит отказаться от Иисуса Христа. Они отказались. Не потому, что они его не любят, этого парня, а потому, что они не могут принять христианина в своей среде. Это цена? Цена. Можно отказаться от... Можно остаться без положения и без общества. Я был тогда в полиции, когда все узнали о том, что я верующий, меня отстранили от всех из званий, наград, доступов и всего остального, открыли против меня следствие как члены, против члена секты. Я пришел на собеседование, меня допрашивает этот вот следователь из Шабака и говорит, подожди, так ты иудимий-шехи, в смысле, мессианский еврей? Я говорю, да. Говорит, а что тут такого? Что, говорит, они все это против тебя затеяли? Я говорю, я не знаю. Он говорит, ну ты точно, точно. Он начал там проверять, где-то копаться. Ну, у них все записано, они все знают про всех. Вы не думайте, что, что-то есть тайное от кого-то. Потом он говорит, это же не секта. Я говорю, не секта. Ну, ладно, все, иди, короче. Через неделю мне возвращаются все звания, награды, доступы и все остальное. Ну, надо было бы. Но это цена. Цена. Можно решить свое положение в обществе. Скажите, сегодня каждый член Гнессета способен заявить, что он ее. У нас есть первый член Гнессета, вот и лизер подтвердил. Есть. Есть верующие члены Гнессета, но они не заявляют об этом публично. Почему? Потому что выгнать их оттуда никто не может. Но создадут условия, чтобы ушли. пресса начнет атаковать. Потому что государство так. Так вот, конечно, тебя принимает Бог навсегда в своей объятии. И потеря, это, в общем, сомнительная. Мир потеряли, да? Но имейте в виду, мир не в сердце, а мир, да? Но приобретение куда выше. Вопрос, почему Иисус говорит многократно, что мы должны не любить мира и того, что в мире. Потому что мир хочет, чтобы мы получали эмоциональную и материальную награду прямо сейчас. Парад гордости он не потому парад гордости, которая нас пугает, а их привлекает. Потому что мы этого боимся, потому что боимся потерять того, что будет после. У нас же ведь всего две жизни, знаете, да? Мне говорят, некоторые там три жизни, мне некоторые говорят, восемь, некоторые девять. Да мы в разной карме по-разному, да? А у нас-то всего две жизни. Знаете, да, что у нас с вами всего две жизни. Одна до покаяния и одна вечная. Вот мы боимся потерять вечную жизнь, потому что то, что было до покаяния, мы уже знаем. А они не знают, что есть вечная жизнь. И это то учение, которое Иисус несет, но они его не принимают. Почему? Писание говорит совершенно конкретно почему. Потому что они не имеют Бога в разуме. И Бог подвергает их постыдным страстям. Не для того, чтобы сказать, так, все, я их отверг, пускай теперь там женщины воспаляются на мужчин, на женщин, на мужчин, на мужчин. Нет. Для того, чтобы они поняли, кто есть истинный Бог. Бог с ними работает. Бог с ними работает так. Но мы должны являть им свое свидетельство. Мы не должны их отвергать. Знаете, почему? Потому что они ищут любви там, где ее нет. Большая часть из них нуждаются в любви. Они идут по направлению поиска любви, но находят ее не там. Дьявол тоже умеет любить? Очень хорошо умеет любить? Что такое дьявольская любовь? Дьявольская любовь это много красоты, много веселья, много радости, много беспечности. Но это никогда не бесплатно. Что такое Божья любовь? Это может быть отверженность где-то этим миром, это может быть где-то потеря всяких радостей этого мира, но это всегда безусловно и это всегда навсегда. А у дьявола это не навсегда. Это в тот момент, как ты задумался. задумался, подожди, ну я же тебе вот это давал, это давал, это давал, это давал. Неужели ты теперь скажешь, что ты меня не любишь? И ты ему говоришь, конечно не люблю. Он говорит, да, ну тогда я тебе сделаю плохо. И ты начинаешь бояться. А вдруг действительно сделает. Итак, у них просто другой Евангелий. У них Евангелие удовольствия сейчас. Я не говорю это только про ЛГБТ, я говорю это про любой грех. Любой грех предлагает удовольствие сейчас. ЛГБТ это просто очень явный пример. Мы его видим везде сейчас. Без него ничего не обходится. Я вот хочу найти книгу, есть книга такая, в которой расписываются разные общественные движения, начиная с людей с ограниченными возможностями, их раньше называли инвалидами, и заканчивая ЛГБТ. Они все прошли одинаковый путь. сегодня без учета интересов людей с ограниченными способностями и без учета скажем ЛГБТ ничего вообще делать нет. Компанию открыть нельзя, вы знаете, без учета интересов двух этих категорий людей. Нельзя. Нельзя построить помещение без учета того, как туда будет заходить человек с ограниченными возможностями. И нельзя открыть компанию без учета того, что если ко мне придет кто-то из ЛГБТ собственно, чтобы я не учел его интереса. То есть его присутствие нельзя плохо говорить о геях. Нельзя спрашивать его ориентацию. Раньше можно было, сейчас нельзя. Нельзя. Давайте сделаем так, чтобы без учета интересов христиан ничего нельзя было делать. Для этого нам нужно приложить усилия. Они прилагают усилия. Они 10 лет терпеливо, постепенно, поэтапно внедрялись везде, где только можно. Сегодня у нас министр юстиции открытый гей. Не помню и знать не. А ханом? О-ханом. О-ханом его фамилия. Открытый гей, живущий в браке, в официальном браке с другим геем и усыновивший за границей детей. Министр юстиции государства Израиля. Какая она женщина? Она мужчина. А, была, может быть, да, сейчас уже нет. Так вот, у них другое евангелие, у них другая благая весть. И мы ее слышим. И многие очень сильно поддаются на это. Сегодня очень много людей пробуют это. Пробуют, а вдруг получится, а вдруг там лучше. Нет, сейчас, я вам говорю так однозначно, зная многих людей из разных греховных сообществ, начиная от наркоманов и заканчивая ЛГБТ. Сегодня там однозначно лучше. Выпив бутылку водки, тебе станет классно на ближайшие два часа. А завтра у тебя будет вот такая голова. Знаете, лет 20 назад я бросил пить водку, потому что я не понимал, зачем мне это надо. сейчас я ее пью и все хорошо. Ну, в смысле, я не пьянею. Я не помню себя, чтобы я когда-то напивался до потери сознания. Я мог выпить так. Вот мама здесь не даст соврать. У нас всегда дома была водка. 15-20 лет назад. И дорогая водка. Но я не понимал, зачем мне ее пить. Потому что я не пьянею, а на утро голова говорит, платить цену-то надо, как все. Я думал, зачем она мне надо вот это. Я перестал ее пить. Ну, то есть я алкоголиком никогда не был. А кто-то несет эту благую вещь, давай выпьем, расслабимся. Я спрашиваю, как ты расслабляешься с алкоголиком? Я говорю, не напрягай. Зачем напрягаться, если потом нужно будет расслабляться каждый раз. А напряжение растет, значит, и расслабляться нужно чаще. Так часто у нас алкоголиком. То же самое с наркоманией. Я никогда не был наркоманом, слава Богу, Господь миловал. Но я общаюсь очень много с наркоманами. Я говорю тебе, вот, когда человек приходит это надо, он говорит, потому что меня настолько эта жизнь достала. Я хочу отключиться. И мне один раз посоветовали посмотреть, чтобы понять, что такое наркоман, посмотри фильм на Игле. Я посмотрел этот фильм и я понял, они ищут удовольствие сейчас. Потому что жизнь так достала, что если он сейчас дозу не примет, он способен кого-то убить. Он знает это, он боится этого, и поэтому ему проще украсть и купить дозу, чем кого-то убить. Потому что он знает, что убить плохо, а наркоманить хорошо. Ну или по крайней мере безнаказан. Но Писание же говорит, что долго длится суд над грешником, поэтому люди грешат. Не видят прямо сейчас наказания. Так вот, их благая весть заключается в том, что сейчас будет хорошо. А наша благая весть заключается в том, что терпение нужно нам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. А Иисус нам обещал, что в доме Отца достаточно места для каждого из нас. И Он идет что делать? Приготовить для нас место в доме Отца. Так вот, почему лжеевангелие выбирают быстрее, и люди выбирают быть мертвыми во грехе сегодня, чем быть мертвыми для греха? И ответ точно так же прост, он очевиден. Ничего не изменилось со времен грехопадения Люцифера. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Каждый из нас проходит каждый день, не важно, верующими или неверующими, каждый день испытания тремя этими вещами. Похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Самый простой из них это похоть очей. Можно заключить завет со своими глазами. Не смотри. Не смотри. Не можешь удержаться от плотских, от, вернее, от похотливых своих желаний, не смотри на них. Второе потяжесть это похоть плоти. Потому что у нас уже есть привычки что-то делать. У нас есть привычки делать какие-то вещи, которые делать нельзя. Мы знаем, что это плохо. Но мы привыкли это делать. Можно изменить привычки, вы знаете. Можно изменить привычки, просто один раз поймав себя на мысле «Оп, стоп! Если я сейчас это сделаю, значит дальше и будет вот это, 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 это. Измени свое первоначальное действие, поменяются привычки и характер. Можно повлиять на похоть плоти. Сложнее, потому что глазами мы управляем. Помните, у Якова написано, что только единственное, чем нам тяжело убрать это языком своему. Остальным всем можно. Не можешь справиться с похотью очей, закрой глаза, не смотри, отвернись. С похотью плоти чуть-чуть сложнее, но можно. Нужно просто подотчетность иметь. Позвонить на какой-то этапе, сказать, слушай, я вот сейчас чуть-чуть не сделал. Иногда молитвы достаточно, чтобы человек не сделал этого. Привычка меняет похоть нашей плоти. Она может исчезнуть. Дальше идет гордость житейская. Помните, с чего мы начали нашу проблему? Что когда мы делаем много добрых дел, это может раздуть нашу гордость. Тем же самым, кстати, дьявол искушал Иисуса в пустыне. Сначала похотью плоти, похотью очевидной, и потом похотью плоти, или сначала похотью плоти, похотью очевидной, гордостью житейской. Очень важно, чтобы мы не повелись на этом. Потому что если мы справились с похотью плоти, и есть люди, которые успешно справляются с похотью плоти уже на первых парах своего христианства. Это цена, которую они платят, но они понимают, что там будет лучше. С похотью очевидной, но вот с гордостью житейской иногда тяжело справиться. В чем она заключается, в этой гордости житейской? Почему парад гордости называется парад гордости? Кто может сказать? Знаете, есть вариант. Чем они гордятся? Недостижение. Они гордятся тем, что они настолько побороли свою внутренность, что могут открыто жить во грехе. Открыто жить во грехе. Потому что раньше они этого боялись. Это даже состояние называется у них яциям и аарон. Выход из шкафа. Раньше они жили в какой-то своей коробочке и где-то внутри этим гордились сами. А теперь они могут гордиться этим публично. Это гордость жить, зная, что Бог есть, так, как будто его нет. И они этим гордятся. А? Да, это бунт против Бога и в этом его гордость. Люцифер, у него не было похоти очей, у него не было похоти плоти, потому что у него не было прецедентов, но у него была гордость житейская. он сказал, почему, если я отражаю всю славу Божью, будучи меньше, чем он, почему я не могу жить так, как он? И этим они гордятся. так вот, нам нужно отличать то, что хорошо от того, что плохо. Нужно уметь отличать. И здесь как раз мы сможем это сделать только в том случае, если мы правильно смотрим на вещи. Я хочу, чтобы мы с вами просто на примере ЛГБТ, где четко написано, не ложись, мужчина как женщина. Но четко написано, правильно? Тут все, ну как бы нету двойного стандарта. Что значит не ложись с мужчиной как женщиной? Это на русском языке можно перевести как угодно, на английском. На иврите все очень четко. Написано мешкав захар. Что такое мешкав захар? Это значит использовать мужчину как женщину в том числе в сексуальных отношениях. Потому что тогда, когда писались эти строки в Библии, все мужчины спали в доме, если, конечно, не женаты. Женатый мужчина спит со своей женой. Но все мужчины спали под одним одеялом длинным верблюжьем в шатрах, но не использовали друг друга как женщину. И поэтому там написано, ты можешь спать с мужчиной в одной постере, но не как с женщиной, потому что это мерзость перед Богом. И тут все понятно. Но есть вещи, которые люди считают ну как бы нормальным, но делают это у себя в тайной комнате. Там Бог не видит, люди не видят, никто не может обличить. Когда люди приходят потом на покаяние, я говорю, послушай, чего ты стесняешься сказать? Кому? Мне? Я слышал вещи гораздо больше. Потому что Бог был там, где ты это делал, и дьявол был там, где ты это делал. Им ты ничего нового не расскажешь. Но когда ты открываешь свой грех, он смиряет тебя. И об этом Писание говорит, что когда мы открываем друг перед другом свои грехи, тогда Он, Бог, будучи верен и праведен, прощает нам эти грехи. То есть, да, Он простил нам грехи еще на кресте, но Он хочет, чтобы мы открыли для себя, что то, что мы делаем, это грех. Не священника в курс дела поставили. Сказать, батюшка, я тут согрешил, ну ты в курсе теперь. Прости мне грехи мои. И тот говорит, прощай, те грехи твои выявятся, я с ним святого Духа. Аминь. А тот дальше говорит, я потом опять погрешу тем же грехом. Священник, ты в курсе? Потом совесть вдоль. И все. И человек становится человеком с прожженной совестью. Он уже не осознает своего греха. Сознание греха смиряет человека перед Богом. Иногда бывает, знаете, человек борется всю жизнь с одним и тем же грехом. Да, это уже зависимость какая-то демоническая, там это, грубо-проклятие, но он все равно, Бог его принимает, он его все равно любит, потому что он видит, как он пытается воевать с этим грехом. Знаете, почему у него не получается? Потому что он пытается воевать сам. Без Бога. Нужно призвать Бога. Потому что, когда мы рассказываем Богу, какая у нас большая проблема, Бог сидит в стороне и смеется. Он говорит, послушай, расскажи свои проблемы, какой у тебя большой Бог. И проблема сама убежит. Ну, это так, в трюме. Так вот, давайте обратимся в Писание. Четвертая глава Ефесянам с 11 стиха. Я прочитаю с 11 по 16 стих, вы можете следить за текстом. Он поставил одних, это продолжение проповеди, которые мы слушаем до сегодняшнего дня, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями. Дальше очень важные места Писания, и самое важное, я попрошу, чтобы вы у себя в Библии вычеркнули, если вы подчеркиваете. К совершению святых. Что такое совершение святых? Чтобы люди стали более совершенными. Мы и так святые уже, мы получили святость в Иисусе Христе. Мы это все знаем. На дело служения для созидания тела Христова, то есть того сообщества, в котором мы с вами находимся. Докорив все прием в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дальше очень важные слова, я хочу, чтобы вы их подчеркнули. Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству кого? Человеков по хитрому искусству обольщения. Это то, о чем я с вами говорил. Они рассказывают, как классно будет сейчас. Это хитрое искусство обольщения. Ты же хочешь получить удовольствие, так вот же оно. На! Получи его прямо сейчас. Чего ты ждешь? Зачем тебе ждать какой-то вечной жизни? Многие думают, что вечная жизнь начинается после смерти, это заблуждение. Вечная жизнь начинается в момент покаяния. вы как-то реагируете, ладно, как-то. Вечная жизнь начинает в момент покаяния. Дальше написано. Но истинную любовь все возвращали в Того, Который есть в главах Христоса. То есть, представьте себе, что каждый раз, когда мы делаем какой-то грех, мы должны спрашивать себя, если бы рядом со мной стоял сейчас Иисус, ему бы это понравилось? Фильм какой-нибудь смотрим, ему бы это понравилось? Кто-то из великих пасторов, как-то сказал, говорит, я когда себя приучал не грешить, я покупал себе на фильм два билета, один себе, один Христос. И когда я, говорит, садился, он, говорит, я представь себе, что он сидит рядом со мной, он в свободное место рядом. Вот я бы всегда спрашивал, а вот ему бы понравилось, он бы не встал, не ушел бы сейчас с этого момента, с Фильмом. И если, говорит, меня совесть обличала, что Иисусу бы это не помню, я вставал и помню. Даже, несмотря на то, что заплачено за два билета в кино. И дальше написано. Из которого все тело составляемое, суббираемое, подпосредством всяких взаимоскрепляющих связь, очень важных взаимоскрепляющих связей. Знаете, почему люди, в послании к Иоанну написано, что если мы ходим во свете, то есть, что значит во свете, когда у нас нету тайных грехов, как и он во свете, то тогда имеем общение с друг другом. Если вы видите в церкви, что люди перестают общаться с вами, или вы не можете выйти с ними на контакт, 99,9% у человека есть грех, с которым он борется, и ему кажется, что вся церковь о нем знает, потому что у нас написано здесь, что мы все одно тело. Если я случайно ударился мизинцем об угол двери, у меня болит не мизинец, и не то место, которым я ударился, у меня начинает болеть вся рука. И человек, будучи частью тела Христова, понимает, борясь с этим грехом, что из-за него болит все тело, короче. И все это понимают, и он это понимает. Еще пастор посмотрел на него во время проповедения, точно знает, о чем идет речь. Не надо этого человека отводить в сторону и говорить, слушай, пойдем покайся. Он не покается, ему стыдно. Ему нужно просто сказать, это место писания, если мы во свете, как и он во свете, то тогда имеем общение с друг другом. Поговори с пастором. Поговори с пастором. Развернитесь и уйдите. Вы ободрили его на то, чтобы человек пришел и что-то в своей жизни поменял. Возможно, он никогда не сознается в этом грехе, но он будет знать, что все тело Христова и вы, как его ближние, о нем заботились. Это происходит и с новообращенными, это происходит и с телевы давно в церкви. Все люди подвержены атакам на плоть, очи и гордость. Давайте об этом помнить всегда. Дальше. Апостолы и евангелисты, обратите внимание, там поставлены на своих местах и учителя, и пасторы, и все остальные, написано, чтобы мы не были младенцами, носимыми всяким ветром учения. То есть, нам нужно прислушиваться к тому, что говорят священия. Сегодня есть тенденция такая, кстати, очень сожалею, что этим занимаются люди, которых я раньше очень уважал, как наставников. онлайн-церкви. Знаете, это проповедник? Слышали про такое? Онлайн-церковь. То есть, ты сидишь дома, у тебя есть какой-то проповедник, который где-то за 3-9 земель перед камерой, после камеры, обычно стена, рассказывает неизвестно кому, неизвестно что, ну, то есть, известно что, он несет Евангелие Иисуса Христа, но он не является твоим предстоятелем, тебе не о чем с ним поговорить. Самое главное, что если вдруг его учение оказалось настолько истинным, что обличает тебя в твоих грехах, ты можешь его выключить. Здесь ты пастора не выключишь. Он будет говорить, даже если тебя это обличает. Ты можешь, кстати, уйти, но пастора ты не выключишь, а онлайн можно выключить. Так вот, написано, что в церкви, а церковь это не здание, это не название, церковь это сообщество людей, экклезия, там поставлены учителя, апостолы, пророки, евангелисты и пасторя. Для чего? Для того, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и носимыми разными ветрами учения. Поэтому каждый выбирает своего пастора, потому что Писание говорит, что овцы слышат голос пастора кого? Какого? Своего. Каждый выбирает своего пастора, потому что у каждой церкви нет плотики хороших церквей. Есть церковь, как сообщество, как у нас же община, которая несет на себе определенную миссию. Вот эта церковь, а с одной миссией, та с другой миссией, и мы можем, ну, мы не к никто и пастре относимся. Мы, например, меня сегодня, скажем, если пригласили, скажем, в живое израильное, супер церковь, супер конгрегация, но их задача спасать, скажем, наркоманов, да? Я никогда не работал с наркоманом, я бы дочувствовал себя там чужим. У меня есть другие дары, которые Бог хочет использовать в других местах. Лучше пусть в то место займет кто-нибудь другой, кто помазан на это служение. делает ли это меня плохим или церковь плохим? Ни в коем случае. Каждый из нас движется в своем направлении, поэтому мы выбираем голос пастора своего и идем за ним. Согласны? Чтобы не носиться ветрами учений. И то, что другая церковь говорит, идемте спасать наркоманов, это не другой ветер учений. Это их миссия. Мы должны быть прикреплены к телу Христа. И когда мы прикреплены к телу Христа, и у нас есть вот эти вот взаимно скрепляющие связи, тогда нам проще. Человек, укрепленный в вере, не будет носиться. Что такое укрепленный в вере? Это человек, у которого есть корни. Корни в Слове Божьем. И укореняться как раз нужно слышанием сегодня как раз такой гимн Гели, что вера, она от слышания Слова Божьего. Давайте откроем с вами первую главу послания Якова. Прочитаем с 19 стиха. Кто-то хочет открыть, нет? Я буду читать. А? Вы верите, да? Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Все эти слова мы 150 раз уже слышали только в этом году. Согласны? Дальше написано. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в крутости принимайте насаждаемое Слово, могущее спасти бывший ваш. А дальше очень важный момент, можете его всех подчеркнуть, потому что это ключ к тому, чтобы не быть носилыми ветрами учений и помочь другим людям стать на путь истинный. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих сами себя. Ибо кто слушает слово, вот нужно было выделить, да, в остройстве. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, но посмотрев на себя, отошел, тот сейчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем задувшим, но исполнителем дела, блажен будет во всем своем действии. То есть, если мы готовы слышать слово, слышать это не значит услышал и забыл. Слышать это значит посеять его в себе. То есть, мы должны прийти в храм и подготовить свою почву, написано, избавиться от всякой суеты, от гнева, от злобы, в кротости, приготовить свою почву для сеяния этого слова. Будет ли это слово посеяно? Однозначно да, в любом случае. Когда мы читаем притчу о сеятеле, там написано, что куда бы семя не упало, ну, кроме того, которое склевали птицы, оно даст корень. Окей? Каменистая эта почва будет терния или плодородная почва, оно даст корень, укорениться. Дальше, что происходит? Почему почва должна быть плодородной и что это значит в нашей точке зрения? Почва плодородная это та, которая приняла семя, дала ему укорениться. А дальше это семя должно действовать, оно должно расти. И здесь наша задача, как людей осознанных, дать этому семени исполнится. Потому что, знаете, вот когда проезжаешь иногда весной мимо полей разных, да, и думаешь, какое же это поле? непонятно, то ли это такое поле, это все зеленое, то зеленое, это зеленое. Проходит некоторое время, проезжаешь мимо поле, уже, ага, здесь то растет, здесь это растет, это такое поле, это такое поле. То же самое с нами, когда мы укоренили в себе семя, надо же дать ему прорасти и дать плод. А плод может появиться у нас только, когда мы что-то делаем. Нужно слышать слово и исполнять его. И тогда нам будет просто разговаривать с людьми, которые сошли с пути истинного. Потому что мы же помним, что Бог тем, кто его любит, дает сверх того, что они ожидали. И это люди должны не видеть эту благодать в нашей жизни. Мы получаем эту благодать, вот вчера разговаривали как раз с Элизем на эту тему по поводу помощи, пробови и про семьи, пробови и про успех. Люди уже сейчас в духе видят какие-то вещи в нас и говорят нам, ты будешь делать вот это и это. Это слово мудрость, и слово знание, пророчество, как хотите, так и называйте, кому как нравится. Но это полученное в духе слово о том, что человек ждет в жизни. Потому что уже с момента, как появились первые всходы, можно знать, что это будет за плод. И поэтому нам необходимо это слово слышать, это слово нести в мир, и тогда нам будет проще с людьми разговаривать. Лжеучения написаны в Писании и будут разрушены. Я хочу с вами вернуться или перейти к деянию апостолов. Там был такой мудрец, кстати, их там было много, мудрецов там было много в Сен-Адрионе. Вы не думайте, что они все там были просто такие религиозные идеи, которые сидели и мудрствовали лукаво. Нет, там было очень много мудрых людей в Сен-Адрионе. Там был человек, некий, которого звали Гамалеем. Гамалеем. Вот он сказал следующее. Это был суд над апостолами. Слышав это, где они апостолов, пятая глава, слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Ну, апостолов имеется в виду. Став же в Сен-Адрионе некий некий фарисей именем Гамалеем, законноучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время. То есть, он при них не хотел говорить. Думал, сейчас гордость житейская у апостолов взыграет. А им сказал, то есть, ну, Сен-Адрионе, мужи израильские, подумайте сами, сами собой, о людях сих, что вам с ними делать. Это уже показатель мудрости, подумайте сами. Дальше начинается долг. Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, к нему пристало около 400 человек, но он был убит. И все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Гавильянин и увлез за собой довольно народом. Но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушать его. Берегитесь, чтобы вам не стать богопротивниками. Они послушались и призывали апостолов, били их, запретив им, говорили об имени Иисуса, говорите им об имени Иисуса, и они пошли сиротеренно радуясь, что имя Господа Иисуса удостоилось применять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Так вот, что означает 12 стихий? Если мы читаем с вами Библию, то мы видим, что все дела, которые от Бога будут существовать вечно, все, что не от Бога будет разрушено, и мы видим, что Бог дает благодать исполняющим Его Слово. Так вот, мы знаем, что все, что касается греха, будет разрушено. Так написано, у нас есть такая книга, называется книга Откровения, да, там пришел Иисус и сказал, чем все закончится. Помните, да, такую книгу? Все помнят? Некоторые на ночь еще не читают, говорят страшно. Ну, там, реально, там такие образы. Так вот, через книгу Деяния Апостолов напоминаю, что там в Сен-Адрионе сидело очень много мудрых людей. Очень много. И, скорее всего, они тоже говорили всякие мудрые вещи. Вы не думаете, что фарисеи, они тупенькие? Они очень умные люди. И не зря они сидели в Сен-Адрионе. Написано, что он был учитель закона, уважаемый в народе. И, соответственно, там было таких много. Тот же самый первосвященник Каяфа, который судил Иисуса Христами, он прекрасно понимал, о ком идет речь. Мы уже об этом говорили неоднократно. Он был очень мудрым человеком. И эта мудрость у него была от Бога. Там прям так написано в Евангелии. Так вот, много было сказано о умных вещах в Сен-Адрионе. Но именно эта фраза Гамалеила была записана в Деяния Капостола, чтобы мы сегодня, через 2000 лет ее прочитали. Что написано? Все, что от человека будет разрушено. А то, что от Бога, трогать нельзя, потому что мы становимся Богопротивником. Так вот, когда мы приходим проповедовать людям, живущим во грехе, с ними не нужно говорить, какие они плохие. с ними нужно просто поговорить о том, чем все закончится. И все, что от человека, все, что против Бога, а они люди, поймите, они люди, в них тоже есть совесть. Написано, что если совесть обличает вас, то ко мне плачет Бог, потому что Бог больше совести. Он в сердце написан. Но в некоторых переводах написано совесть. Так вот, у них есть, они не спраженные совестью. Те, которые спраженные совестью, они должны не встретиться, поверьте, они и в церковь никогда не придут. Эти, с ними все закончено. Но те, которые не спраженные совестью, они придут к вам разговаривать. И там наша задача объяснить, что они не могут быть Бога противниками, потому что Бог написан обордым противиться во всем. И с лукавыми по лукавству их обходится. Потому что они могут оправдывать свои действия, они могут оправдывать свои мысли, но это лукавство человека. Так вот, зная это, зная точно, упореняя слово, что все, что от человека будет разрушено, мы можем сказать этим людям, что они не могут дальше оставаться Бога противниками. И это будет наша благая весть, что ему стоит просто вернуться на пути прежние, на пути Бога, или вернуться, или прийти на эти пути, для того, чтобы Бог начал действовать сверхъестественно в их жизни. Люди, идущие в грех, они всего-навсего ищут внимания людей. Они таким образом привлекают к себе внимание. Люцифер грехом своим, гордости, да, и бунта, он привлек к себе внимание. Смотрите, сколько разговоров вокруг него сегодня. Сколько разговоров его привлек к себе внимания. Но это ли проявление Божьей любви? Нет. Бог говорит, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Если мы вернемся к нему, мы получим все, что он нам дает. Мы-то с вами это знаем, я-то точно знаю, потому что я здесь получил то, чего не мог получить 40 лет. Любовь. И я призываю этих людей, которые во грехе сегодня, прийти и получить то, чего они ищут там, где-то вон нет. Знаете, как анекдот такой? Ползает мужик под фонарем на темной улице. Другой подходит, что ты здесь ищешь? Он говорит, ключ. Потерял. Он говорит, а где ты потерял? Он говорит, что ты здесь светлее? То же самое. Искать то, чего там нет, бесполезно. Нужно искать это то, только там, где оно есть. А оно есть только в Боге. И с этим нужно прийти к людям. То есть, к людям нужно прийти не давайте мы будем делать хорошие дела, давайте мы будем с тобой хорошими вещами заниматься. Нет. Нужно прийти с человеком к его осознанию его греха. И только это сделает его смиренным перед Богом. Не обязательно, что он прямо сейчас скажет, все, я больше не буду грешить. Нет, он уже так и скажет, но вряд ли он это сможет сделать. Потому что грех это привычка. Это часть нашего характера. И мы, как церковь, должны помочь человеку избавиться от этой привычки. Но в первую очередь нужно осознать, что это делать нельзя. А дальше начнется война Бога. Бог будет воевать с дьяволом, что кто-то отошел и не дал, запретил дьяволу делать что-то в этой жизни у человека. И поэтому наша задача это практиковаться в слове Божьем каждый день. Потому что духовные практики, которые многие так часто говорят, это есть применение слова Божьего в нашей жизни. И когда мы будем применять слово Божье в нашей жизни, когда мы будем точно знать, что вот эта книга есть истина, и с этой истиной можем прийти к другому человеку и сказать ему, послушай, если ты не будешь делать вот так, то у тебя будут проблемы, не потому, что я так сказал, а потому, что ты противишься Богу, Бог-то все-таки есть, то скорее всего человек начнет осознавать собственную греховность. Я хочу вернуться к словам, с которых я начал, Ричарда Бахстера, который написал, сознание греха часто полезнее для человека, чем доброе дело. Сознание греха смиряет человека, доброе же дело часто раздувает его гордость. Смотрите, что пишет Павел 1 Тимофею, 3 глава, 16-17, написано, все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет всякий Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, мы не можем говорить, что Библия, она обличает и передает истину, если мы сами это в себя не привили, если мы не пропитались Божьим словом и не приготовили сами себя к доброму делу. Мы не можем готовить других людей к доброму делу, если мы сами не приготовлены. И для этого нам нужно наставление. Поэтому Бог поставил нам апостолов, евангелистов, учителей, пастырей, кого еще, пророков. Он дает нам свое слово, чтобы мы укоренялись, практиковались и с этой уверенностью шли и просто говорили людям, вы можете обрести благодать, если перестанете быть Бога противника. И в этом мы должны двигаться, в этом наша благая весть, перестать быть Бога противником. Потому что люди все равно так и иначе Бога ищут, каждый своего. Но они все знают, так же как знали греки в Афинах, что есть какой-то невидимый Бог, неизвестный Бог, который старше всех богов, и ему на всякий случай тоже нужно приносить сожжение и жертву. На всякий случай. Вдруг прогневается. Так вот этого Бога, как Павел показал грекам, мы должны показать людям, которые во грехе. Только таким образом мы сможем сделать теми, кто будет послушен Бога на его путях. Другим способом мы не можем. Можем до позернения кричать, вы там не христи, креста на вас нету, что ж вы тут такое этими флагами с вами машете, у детей радугу забрали. Вихода не пройдет. Они должны видеть благодать Божию в нашей жизни, и они должны видеть, что они могут перестать быть другопротивниками, а самое главное, что им в этом помогут. И в этом заключается наша церковь, миссия нашей церкви, не только нашей, но и всей церкви, всего тела Иисуса Христа. И вот тогда каждый человек сможет с нашей помощью, с помощью Библии, естественно, отличить истинное учение от ложного и принимать его, или не принимать, это уже его выбор. Бог уважает выбор, но уметь отличать очень важно. Аминь. Аминь. Продолжение следует...